Готовная машина 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 И правому, и левому глазу по отдельности. А уж человеческий мозг из этих двух разных видеосюжетов собирает не умный, а пихомный образ. Но как доставить? Видео по назначению нужному глазу. Это, в смысле, возможно, видно. Это технология применяет раз в виду, но принципы похожи. Видео таких очков, что позволяет изображению проникнуть в глаз, был плохим. А тут больше березы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прощаясь, привлекательно, и все посметь. Ни в голову не ходить, как рано на речке. Прощать. Ничего-нибудь стабильного, и что-нибудь такое знать. А вызовет печать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем, зачем грустить о будущем, когда сейчас, так хорошо сейчас нам? И дождь шумит в саду бушуще, такой, что в нем с тобой не видно нас. А может, где-то есть рычаг земного торможения, Чтоб время замедляло в шаг, когда нам хорошо, Чтоб по дороге где лежат победы и лишения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы не спеша в рели, а дождь все шел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем, зачем грустить о будущем, Когда сейчас, так хорошо сейчас нам? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну-ка, вправо туда, поверни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом, конечно же, потом, Когда вся жизнь исполнится, Когда подступим в горло ком, Который не склотнуть, Мы позабудем все потом, А дождик будет помнится, Который нам к несчастью не вернуть. Зачем, зачем грустить о будущем, Когда сейчас, так хорошо сейчас нам? И дождь шумит в саду, Душующим такой, Что в нем с тобой видна нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Радио-звезда. Безспешные путешественники, Прославленные полководцы И великие первооткрыватели. Нигде так? Денье. Оно основано на реальных письмах, Воспоминаниях, документах. Летом 1961 года в Лондоне На торгово-промышленной выставке Прошел показ советского Научно-популярного фильма «Звезды», Посвященного первому полету Человека в космос. В киноленте звучала удивительная, Непривычная для слуха Какая-то неземная музыка. Казалось, она сама рассказывала О далекой, таинственной вселенной. Эта музыка стала Сенсацией выставки. Зрители терялись догадкой, Какой инструмент мог создать Такие необычные, Действительно космические звуки. На этот вопрос ответил Советский инженер, Полковник артиллерии, Автор множества изобретений Для противовоздушной обороны СССР.